27 апреля, 23 год, всем привет, вы на канале Семья Багдасарян, Оля, Эдгар и сейчас дети спустятся. Что у нас сегодня на завтрак, а обед? Мы не завтракаем, мы пьем кофе, а дети у нас просыпаются. Ну, дочка ближе к обеду, соизволит сейчас спуститься, а сын уже пораньше. Я лично просыпаюсь уже в 6 часов, очень редко уже в 7. Я когда как, иногда в 7, иногда в 9. И сейчас мы сделали смузи, вот. Нам, как всегда, приносят деревенское молоко, настоящее, и мы сюда добавляем бананы, голубику, чернику, две большие пачки почти закончились у нас. Если посмотрите, ну, если смотрите наши обзоры, вот мы покупаем в метро вот такую вот голубику. Очень вкусно, полтора килограмма, тысяча с копейками стоит, ну, грубо, короче, тысяча. Сейчас посмотрел, где производят. В общем, под заказ метро привозят из город Алматы, вот, улица Саина. Вот, мы делаем голубику и еще чернику. Это самые вкусные ягоды для смузи. И черника – это очень полезная ягода, много микроэлементов здесь есть. Вот, можно вчитаться. Но мы это сейчас делать не будем. Так что почти, вот, смотрите, уже закончилось. Вот вам и витамины, вот вам здоровье детей. У вас вместо всяких там непонятных каких-то, как их там, вот эти таблетки, что там дают. Витамины все. Витамины, да, короче. И, кстати, хочу заметить, что у меня был низкий гемоглобин. Сейчас у меня тоже достаточно низкий, 95, но был 74. И, помимо того, что всякие препараты использовала, несколько лет, как бы у меня не поднимался гемоглобин. А вот, когда начала вот эти коктейли пить, у меня поднимается. Да, питание, вот, ягоды. И сейчас держится. Печень не помогала, получается. Мясо мне тоже не помогало. То есть, старалась там вот эту говядину кушать. Потом, что еще, всякие сетки. А таблетки, просто ты подсела на эти таблетки бессмысленные. Они как дозировка, да, бесконечная была. В общем, чепуха это все. В общем, с таблетками поднялось у меня с этими, с витаминами разными до 90. Нет, до 80, 74-80, потом 85. А вот с 85 я вообще ничего, никакие повышающие штуки не пью. И просто вот этот коктейль и уже 95. То есть, на 10 поднялся гемоглобин. А таблетки... Таблетки тоже поднимаются. Периодически. Ну, таблетки просто, знаете, как работают? Они поднимают, какое-то время держат и снова в обратку. Нет удержания гемоглобина. А когда естественно это делается, то нормально. Также вот, в какой-то период мы очень много фиников кушали. Вот, потом что-то перехотели, да? И сейчас вот вчера тоже купил финики. В принципе, чуть-чуть можно покушать. Но уже не так. Ну, уже прям организм говорит, ну, короче, не надо. Вот так. Иногда в охоту. Я вот две штучки вчера съел. И вот сейчас я на них смотрю. Ну, да, больно-то и не хочется уже. А когда первый раз мы купили, вот, зимой, именно такие вот финики. Большие, вкусные, которые мягкие. Мы их, наверное, ну, вот всю зиму. Всю зиму, да. И вот хочу такую штуку, ребята, заметить. Когда какой-то продукт появляется, хороший, мы кушаем где-то месяца два-три, ну, без остановки. И потом организм как-то плавненько такой говорит, все. Ну, все, больше рука не тянется к этому. Мол, а до этого вот у нас там даже вроде осталось, нет, баночки или я выкинул, не знаю. Здесь были, не, выкинул уже. А парочку засохших фиников осталось. Уже никто не кушал. Все, вообще. И вот спустя там сколько? Месяц прошел, да, полтора даже. Ну, где-то полтора, да. Да, и мне вчера там предложили, говорит, вот такие финики тоже свежие привезли. Я говорю, ну, давай упаковочку возьму, так и быть. Вот, ну, вчера я вот две съел, сын съел. Ты кушала? Я тоже не съела. Да, и вот как бы опять смотрим на это. Может быть там съедим чуть-чуть, может нет. Да едим, наверное, и все, больше не надо. Вот как бы так, наверное. Да, все, не прет. Это к тому, что организм насыщается и уже потом не хочет каких-то... И насыщение по времени длится 2-3 месяца. Вот мы ягоды какие-то, если кушаем, 2-3 месяца. Вот, так же вот сейчас у нас вот эти смузи идут. Вот, но смузи, в принципе, от них сильно не устанешь, да? Не знаю, посмотрим. У нас одно время была, Милана, банановый коктейль бесконечно пила, потом тоже утихала. Мы год назад ту зиму, всю зиму пили облепиху. Да. Там и еще какую-то ягоду добавили. А, вот эту чернику тоже добавили. Да, и чернику только как в кипяток делали. Тут чай. Просто заливали этот толкушкой, так вот разминали, и вот эта вот облепиха прям там, и мед еще я ложила, помню. В этом году мне вообще не надо. Я еще думала, как эту кислятину вообще пить? Да, а я по 2-3 пивные кружки пил вот этот напиток. Каждый день прям, вот не знаю, так мне вкусно было. Пился. Да, упился так, что вот этих ягод облепихи. И мы кружки и такие стаканчики вот пили. Вон, вон, пивные. Сейчас будем кушать как раз. Вот мы в такие заваривали облепиху, вот целый стакан. Сейчас в них же смузи. Вот кто-то пивко пьет в таких стаканах, а мы пьем смузи. Вот здесь видите, вот черника, голубика и банан здесь. И еще молоко. Коровье настоящее молоко. Мне кажется, это больше всего похоже на пирожных стаканах. Да. Вот это хорошее пиво, да? Сталый мельник. Ну, давай, улыбочку, Эдвин. Сын пьет пиво. Типа давай так, а-а-а, типа, а-а-а, что такое? Че, как тебе? Пивко, Эдвин, такое? Вкусно? Сладкое. Сладкое, но вот другое дело. Вот завтрак у нас из чего состоит? Я сделал, как это называется? Манты. Манты, да, что-то типа мантов. Только они, смотрите, какие манты. У нас есть фарш, офигенный просто фарш, который мы сами подготавливаем. У нас есть там вон мука, тоже обалденная итальянская мука. Вот, я быстренько сделал тесто. Вообще просто очень делается это тесто, мгновенно. Так приятно было, я была в огороде, цвети пересаживала, такая уставшая. Захожу домой, а тут уже все готово. Да, я фарш, короче, подготовил, добавил туда все зеленушки, лук, все, что требуется. Подготовил вот это тесто и начали, короче, заворачивать. Сделал такие длинные, сделал квадратные, в общем, вот, разные. Так что у нас на это завтрак, а обед, получается, вот эти штуки. Плюс еще мы сделали салатик. Салат у нас огурцы, помидоры, перец. Здесь одна банка сметаны. Также брынза, сыр, всякие зеленушки. Ну и, короче, приправа. Кстати, хочу сказать то, что нам на вчерашний день хватило манты. А, да. На весь день. Еще сегодня с утра. Позавчера даже. Позавчера? Угу. Позавчера вечером мы кушали, вчера мы кушали манты. Сегодня утром еще кушали. И сейчас кушаем манты. Я, короче, там, сделал просто нереально вагон мантов, да, потому что меня очень бесит, когда вот такие вещи делаешь. И там по полштучки каждому сидишь, там, что-то думаешь, кушать, не кушать. Как-то, блин, это все. Надо такой запас вот делать сразу, чтобы, блин, обожраться, потом обожраться, а потом еще раз обожраться. И чтобы никто не обламывался, там, хочешь добавки, да, блин, вон, бери и обжирайся. Все, вон, охотно. Да. И вот мы два дня вот эти великолепные манты. Теща нам дала мантышницу. Сейчас покажу. Теща моя. Вот такая вот мантышница. Мы в ней готовили полную. И два раза еще у нас мультиварка, вон, есть. Еще и в мультиварке два раза. И в итоге у нас вагон мантов. А теперь просто наслаждаемся этим всем делом. Вот такое вот у нас, ребята, утречко. Скоро появятся еще и огурчики, помидорчики свои. С перцем. Вообще будет красота. Так что обязательно делайте вот такие вот смузи себе, детям. И таким образом можете детям дать покушать ягод. Просто голубика, черника, но просто так вот не сядешь как бы ложечкой. Да? Вряд ли захочешь. Или какие-то йогурты с черникой или голубикой покупаешь. Там только кожура, наверное, от черники в этих йогуртах. Там нет никаких ягод. Так что вот купите вот пару кило в метро. И потом просто перемешивайте с молоком, делайте смузи и давайте детям. Просто великолепно вкусно. Черника очень вкусная, сладкая. Голубика тоже. И бананы обязательно добавляйте. И все. Красота. Наша жимолость. Еще и работает вот шмель. Вот это за два сезона. Вот такая высота. Даже не вот с такого. Вот это все сжималось, сжималось, сжималось. С маленького кустика. Вот такая вот сжималось получилась у нас. Посмотрите, как работают шмели. Раз, два, три. Вот. Четыре. Шмели прям вообще тут. У нас тут аист пролетает. Вот это калевелье. Ну, первый раз видим, чтобы здесь аист пролетал. Неделю, как посадили форзицию, и она уже цветет. Я вот все думал, будет ли она такая желтая, как должна быть красивая. В итоге, да, она именно такая желтая, какую я ожидал видеть. При том, что у нас тут ночью заморозки бывают. Вот они только все сейчас будут раскрываться. Такой очень яркий желтый цвет. И когда это будет большой куст, это будет просто красотища. Наши березки. Смотрится просто божественно. Сейчас поливаю. Потому что пока дождей не так много. Вот они, красавицы березки у нас во дворе. Что может быть круче, скажите? Вот они. Продолжение следует...